добро пожаловать на канал хард розет инфо это телефон huawei ps40 pro plus и сейчас я покажу вам что это вообще за телефон что это такое сам еще толком не знаю вот как раз буду его открывать целлофанчик снят телефон уже ребята настроили и просто положили его обратно если что но все новая его еще в руках не держал вот вижу ребятки помяли походу бумажечку потому что потому что бумажечка помят и вот мы видим само устройство он тяжелый сразу вот беру его в руку вижу что он действительно тяжелее обычного телефона но я люблю когда телефон тяжелый но вот он прям вот очень тяжелый и мне лично вот сразу же кажется что телефон для меня может быть дискомфортно но тут уже дело вкуса потому что многим нравится с 20 ультра например тот же который капец какая большая лопата и он огромный так с чехол нам не положили хоть место было смотрите это обидно видите как много здесь пустого места с бумажечками а чехла нет это печально тут у нас в коробке зарядка мощная естественно huawei супер quick charge последняя версия максимальная мощность 40 ватт и короче ребята зарядка точно хорошая и кабель обычный huawei вский с обычного usb на usb-c ну в принципе а здесь что должно было быть людям неизвестно говорю я бабушка вспомни так вот что дальше смотрим на сам телефон давайте будем его включать как они это делали через бумажку понятия не могу а уже все он же включен такс мы эту бумажечку снимем вот так вот через верх она всегда через верх снимается тем более когда телефон уже открыли и так смотрим что это за зверь вообще такой ну ребята он в руке конечно сидит круто он большой зараза просто огромный но в руке его держать приятно ну серьезно вот ну правда вот я его держу в руке он реально круто так у нас же игрушки есть для тестов мы об этом не договаривались но это просто замечательно это хорошо это очень хорошо итак смотрим на заднюю сторону нас видим здесь перископический который еще от p30 pro пошел зум видим четыре модуля камеры скорее всего один из них будет то в сенсор но точно не знаю я вообще об этом телефоне ничего не знаю скоро будет полный обзор с тестами но сейчас я просто распаковываю высмотрю что это такое так налеплено и точнее налеплено пользу что сморозил наклеена пленка защитная удобно она вроде бы палец не поддевает немножечко поддевает но не критично то есть пользоваться можно причем пленка ребята поклеена необычная а гидропленка заметьте смотрите если сейчас возьму нажму вот таким вот образом на экран здесь появится след вы думаете что это плохо наверное но нет это замечательно потому что если у вас падает телефон на экран она очень даже хорошо помогает гидропленка это самая лучшая пленка которая только может быть и естественно это хорошая гидропленка а не гидропленка салика и так ну и сзади он красивый белый белый керамический камеры красиво очень расположена вот само устройство ну сразу видно что здесь сто процентов есть 90 герц если не 90 то 120 ну я лично их отличить уже дальше не могу видно что не 60 это самое главное давайте посмотрим точно сколько у нас здесь герц экран и яркость что у нас частота обновления до 90 герц 90 герц ну будем надеяться на то что здесь 90 герц честно опять же более точно точные характеристики параметра вы увидите в настройках и к сожалению к сожалению ребята когда они его настраивали проводили с ним некоторые манипуляции они мне подсказали сказали что невозможно на него установить уже play market и сервисы google существующими методами да есть способы установить гугловские приложения там такие как google карты google фото но именно play market откуда можно будет скачивать приложение не получится на него уже установить поэтому искать к сожалению уже даже и не стоит ну ребята что сказать это обычный телефон huawei это обычный обалдительный телефон huawei он без спору будет самым крутым просто устройством в мире это вот я его беру я понимаю что это замечательный телефон пока что ты уже даже не удивляешься когда я прошлый раз взят по 40 у меня было такое же ощущение это еще немножко больше и он реально круче сидит в руке я не знаю почему хоть он и тяжелый ага точно смотрите сто процентов когда я взял по 40 и по 40 про мне казалось что ребята ну смотрите вас были такие красивые закругленные края всегда вот зачем вы сделали так что они не закруглены сейчас здесь они взяли и закруглили края гораздо больше если вы заметили не знаю вот вот ну самсунг сделали похожую фишку да они все время топили за скругленный экран у них всегда самого еще с 6 телефона вроде бы у них были закругленные края а сейчас они такие бац и говорят а выпустим кс-20 без скругления ну и все и фишку как по мне не потеряли и свою свою личную фишку которая была с ними изначально они затопили за изогнутый экран всегда топили а сейчас ладно не самсунга и сейчас речь а речь о телефоне хова и так мы здесь видим у нас сверху огромную длинную полоску давайте посмотрим она будет нам мешать вообще или нет так нет комар летает сразу надеюсь он в кадр не попадет ну давайте попробуем открыть тот же youtube ну смотрите он аккуратненько встроен вот в эту вот верхнюю панель а если не будет гугловских приложений то это даже отчасти на руку потому что если у нас не будет гугловских приложений это значит что гугловские приложения они всегда были плохо адаптированы под верхнюю шторгу то мне тогда просто кажется что вообще все должно работать отлично хром никогда не адаптировался нормально давайте откроем браузер нормальным образом вот так разрешаем то разрешим уже все давай смотрим ну да видим что вот эта штучка это просто беда я не понимаю почему почему они не могут сделать так чтобы вот это вот байда да это вот располагалась чуть-чуть чуть-чуть либо камеры чуть выше ибо уже увеличить все эту шторку чтобы нам было чтобы нам больше места занимала ну смотрите как это не симметрично но это расстраивает а так все и все отлично все замечательно я на миллиард просто процентов уверен что они сделали что у них стоит функция разблокировки по лицу не по камере обычной а а именно серьезные давайте проверим то есть серьезность со специальным сенсором 3d сканером лица давайте включим распознавание лица регистрация данных лица вот нужно будет сейчас обработка что мне нужно делать нужно было подбородок вытащитесь под камеру и видим что он засканировал сюда теперь смотрим делаем следующий во первых ставим яркость экрана на минимум отключаем автояркость если есть такая возможность она у нас только в настройках будет давайте зайдем в экран отключаем автояркость выключаем ставим на минимум блокируем телефон выключаем лампу остаемся в кромешной тьме практически только на меня спит еще монитор выключаем монитор и теперь пытаюсь разблокировать устройство не пугайтесь это ненадолго и телефон разблокирован без освещения великолепно здорово замечательно это просто круто причем разблокировал мгновенно это все потому что здесь установлен сканер 3d сканирование лица и конечно же это надежно для того вот вы представьте для того чтобы запариться вернее для того чтобы подделать ваше лицо чтобы можно было разблокировать ваш телефон с помощью чего-то лица человеку придется из глины лепить идеальную подделку вашу форму вашего лица вот вы представляете себе это возможно какие у вас должны быть просто пентагоновские данные на вашем смартфоне для того чтобы кто-то кто-то бы так заморочился просто скульптура должна быть глиняная повторяющая идеально все в вашем лице взгляд короче это нереально то есть по камерам конечно же к этому телефону не может быть никаких вопросов я даже заходить туда не буду потому что это лучший камерафон который мог только быть еще по 40 таковой был по 40 про плюс я уверен они что-то еще как минимум программу получали в плане новых фишек никаких нет здесь да здесь та же самая мультиоконность кстати удобная штука если честно мне она нравится ну а та же самая мультиоконность ну ничего нового не добавили это будет с мэйд 40 новая версия прошивки а здесь ничего нового нет здесь как бы обычный huawei самый обыкновенный huawei можете поставить на p30 будет точно то же самое все обычный huawei просто еще быстрее еще сильнее и еще мощнее даже не знаю что сказать я пользуюсь еще huawei мэйд 20 мпро вот мой ветеран вот мы вот мы ветеран замечательный просто телефон даже на сегодняшний день хоть он теоретически морально устарел я им пользуюсь и горе не знаю конечно же уже он притормаживает в некоторых моментах ну потому что уже просто его мощности не хватает на повседневные задачи чтобы использовать его вот прям вот на сто процентов так как я его использовал еще год назад но в целом в целом все с ним хорошо а на этот телефон он ультрафлагманский конечно же можно дождаться уже по время 40 он не будет стоить гораздо более больше чем этот он просто будет может чуть подороже да и все а этот как раз в цене упадет короче если я думаю что лучше всего конечно же дождаться уже совсем чуть-чуть huawei мэйд 40 про потому что если его дождаться там уже будет процессор нового поколения made kirin x верно тысячная версия и тогда уже вообще никаких вопросов к смартфону как бы и сейчас нет потому что это один из самых мощнейших процессоров но тогда уже точно не останется абсолютно никаких вопросов потому что самое самый мощный процессор на рынок когда он входит он минимум года три четыре может простоять и это замечательно я думаю что буду на этом моменте прощаться с вами потому что в аккаунт никто нигде не входил и если я сейчас буду заходить в игры так это будет просто мучение потому что видите везде первый вход нужно будет качать кэш и всякое такое но тест игры еще будет и вы не обессудьте поэтому заходите на наш канал проверяйте обновления обязательно подпишитесь если вы вдруг подписчик нашего канала тогда вы можете смело задавать вопросы абсолютно любые выходит на житейские темы в комментариях будем стараться отвечать всем подписчикам спасибо большое за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал и до скорых встреч пока